нам осталось делать брюшка и голову брюшка мы делаем абсолютно также как мы делали вот эту вот верхнюю детальку деталь номер 10 для нашего крылышка то есть мы опять нарезаем бесчетное количество перышек и собираем да 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 и у нас единственное что единственное что вот брюшка когда я делала я взяла специально вот ближе к хвосту она более светлая на лапке вот она более темная вот а все остальное обычная как бы вот накладка и у нас получилось вот такое вот замечательное абсолютно брюшка причем вот если обратить внимание да вот здесь вот смотрите светлая солома она направлена ближе к нашему хвостику соломка на лапке она направлена вниз вот она а вся остальная немножко наискосок она идет он как бы брюшка так это приглаживается да в общем то действительно направление вот этой соломки направлении стежков везде для имитации живых существ она очень важно да потому что против шерсти не погладишь то ну да данном случае тоже самое то есть вот это у нас брюшка уже у нас готова вот таким вот образом у нас уже птичка почти склад сложилась и так мы значит берем нашу голову вот такая она у нас с частью грудки да частью грудки воротничок наш к самой красивой место причем если обратить внимание да здесь вот линия доведена до конца и вот тут около глаза тоже еще дополнительно дана еще одна линия для чего это нам необходимо здесь мы немножко сменим цвет соломы мы сделаем воротничок вот этот вот наш более белым и вот тут вот около глаза мы тоже сделаем более светлой соломой то есть я вот эти вот зубчики буду менять чисто по цвету так и что нам нужно сделать это отдельно нам сделать нужно клюв поэтому клюв мы просто прорисовываем на на отдельно бумаги на отдельном отдельной бумаги как мы делали листочек он тоже у нас состоит из двух частей наш клюв абсолютно также здесь можно не делать два экземпляра достаточно сделать один я беру просто проклеиваю возьму наверно потемнее солому просто проклеивать раз на часть клюва достаточно быстро потому что деталь маленькая делается пока она у нас пусть сохнет а мы начнем уже непосредственно заниматься всем остальным так обратите внимание я вырезала сразу отверстие для глаза вот она у нас так для чего глаз мы потом просто вставим вставим ее из крашенной черной соломы а крашеная черным она красится каким-то какой-то краской или выжигателем тем же меня в данном случае покрашена анилиновыми красителями а можно в принципе и выжечь но выжечь она будет все-таки не черная иногда можно взять черный маркер и вот это вот по выжженной уже соломки пройти с черным маркером затонировано значит а что мы дальше делаем здесь мы просто уже сейчас быстренько наложим вот эту черепичку смотрите направлении здесь вот одно направлении здесь меняется немножко угол вот он угол и каждый раз правлений совы немножко все таки меняется вот таким вот образом то есть так как у птички вот она вот но все равно это все делается одной деталькой просто мы меняем направление каждой отдельной мелкой на креи когда мы клеим меняем направление значит наклеиваем сначала мы светлую солому если у вас нет отбеленной соломы не получилось у вас отбеливание да то вы можете просто от соломенной ленты более светлые части выбрать так чтобы это было как-то все таки посветлее что-то посветлее сделать такой вот красивый воротничок птички а Нам нужно немножко подтонировать наш клюв. Просто здесь что делаем? Чисто по контуру обводим детальки, сложили вот его вместе, да, вот так вот посмотрели, вот он у нас наш клюв, и вот эту часть, которая будет ближе к голове, мы ее тоже немножко начинаем вот так вот, чуть-чуть вот мы ее тонируем, вот прям вот такими вот небольшими штрихами даже как бы, чтобы она у нас вот, причем верхнюю часть клюва посильнее, пошире у нас будет, да, а нижнюю чуточку вот прям. Этим же выжигательным прибором вокруг глаза вот это наше отверстие, мы просто как бы вот этим выжигательным прибором даже не то, что выжигаем, да, а как бы подравниваем вот этот вот срез с одной стороны, да, а с другой он у нас получается более темным, более выделенным. Вот как у нас на листочках, да, края были более придавленными, у нас получается то же самое с нашим глазом. То есть опять же мы играем с объемом, только в данном случае мы не приподнимаем, а наоборот как бы делаем выемку. Вот таким образом. Теперь мы должны приклеить нашей птичке клюв на место. Сначала клюв на место. Если вы сомневаетесь, что у вас хорошо получится, то сделайте так же, как сделали листочки. Сначала соберите клюв на дополнительную заготовочку, то есть второй экземпляр, да, наш, а потом уже можете целиком его наклеить. И у нас осталось сделать глаз. Да. Это очень интересно. Тут очень интересно. Мы берем буквально вот такую вот небольшую заплатку. То есть все-таки мы на бумаге сначала собираем. Да. Берем отбеленную солому желательно или как можно белее, чтобы она была. Ну, просто несколько таких вот. Буквально, раз у нас отверстие достаточно большое, поэтому мы как бы наклеим вот таких вот два маленьких кусочка соломки, чтобы пошире было, чтобы нам хватило закрыть это отверстие. Вот так вот. Мы уже ничего не вырезаем, просто смотрим. Смотрите, направление. У нас должно быть направление соответствовать тому направлению, как идет клюв. Вот тут вот. Как бы продолжение. Да, вот таким вот образом. Вот оно. Это у нас как бы сама основа, да? Основа, так. И кроме этого у нас еще что должно получиться? У нас должен получиться сам глаз. Для этого у меня вот черная соломка, окрашена алилиновыми красителями предварительно. Вот она вот такого черного цвета. Точно так же наклеена на кусочек бумаги. Я на ней просто кладу вот эту птичку. Прямо вот этим глазом. И ручкой я рисую вот такой вот глаз, да, внутренний. То есть получается, что мы глаз точно по отверстию украины? Нет, мы его вот прорисовали, но мы сделаем чуть поменьше. Поменьше? Да, да, да. Чуть-чуть поменьше, потому что у нас как бы белок тоже у птички, да, присутствует на глазах. Вот чуть-чуть, вот прям вот чуточку его вырезаем. То есть мы срезаем нарисованную линию, можно сказать, от шарики. Да, да, да. Чуть вот поменьше вот нарисованной линии. Вот таким вот у нас он получился. Вот. Вот так вот, да, вводит у нас. То есть не на бумагу, а на соломку все-таки мы приклеиваем. Да, да, да. На соломку, но он уже наклеен на бумагу. Вот мы сначала подклеиваем нашу вот эту вот подклеечку белую сюда. Здесь я беру, клеим вокруг глаза. Обязательно вокруг глаза. Почему? Чтобы вот, ну как бы вот это вот все лучше приклеилось вокруг глаза. Подклеиваю вот эту нашу детальку, которая нам сделала белок глаза нашего, да, птички. Вот. И уже сюда вклеиваем наш зрачок. Наш зрачок. И ориентировочно можно вот при помощи зубочистки чуть-чуть его там вправо, влево куда-то вот там вот сдвинуть. У нас глаз всегда имеет какие-то блики, да, чтобы он не был таким вот неживым. Мы можем взять обычный контур. И поставить точечку. Или взять на край корректор, штрих-корректор. Вот мы поставили точечку. Блик. И сразу птичка ожила. Это все убрали. Вот она у нас точечка. Если она еще у нас не сильно подсохла, можно взять вот зубочистку, да, и сделать еще вот такой вот небольшой штрих вот прямо внизу. Вот так вот еще. И вот она у нас ожила. Вот такая вот живая птичка получилась. Так. И теперь мне очень интересно, каким же образом из этих запчастей родится птица на ветке. Это самое интересное. Каким образом? Ну, точно так же, как мы собирали, в свою очередь, крыло, например, да, тот же самое, хвост. Мы то же самое делаем. У нас идут лапы спрятанные, и у нас идет спрятанный хвост сначала. Значит, эти детали мы клеим первыми. Вот они у нас наши лапки. То, что у нас лишнее осталось там бумагой, это не страшно, мы уже говорили, да, у нас есть ножницы. Дальше мы берем, значит, по ходу мы берем хвост, приклеиваем наш волшебный хвостик. У нас птичка начинает складываться немножко. Мы подклеиваем хвостик. Значит, мы же говорили, что у нас детальки идут внахлест, да, вот она вот, видите, хвостик кончается вроде где-то там, но все-таки у нас он имеет немножко такое вот удлинение. Так, дальше смотрим, что же у нас должно быть. Брюшко. Брюшко или крылышко. Все-таки, наверное, сначала идет брюшко. Поэтому мы берем деталь нашего брюшка. Подклеиваем наше брюшко. Вот. У нас осталось место для крыла и для воротничка нашего. Теперь мы берем наше крыло. Точно так же мы вот это все хорошо смазываем клеем. Собираем наше крылышко. Таким вот образом. У нас вот она уже такая вот птичка получается замечательная. Вот она уже что-то уже более-менее такое заметное. Вот. И у нас осталось что сделать? Приклеить последнюю нашу часть. Это нашу голову. Вот такой вот у нас получился птиц. Очень здорово. Вот такая у нас получилась работа. Совершенно потрясающая работа. Для такого короткого отрезка времени я считаю, что это просто волшебство. У нас родилась практически живая птица. А стоит немного больше времени посвятить этому, и у нас получится почти часть леса с таким вот чудесным дятлом или удодом, как мы показали в прошлый раз, или вот с такой чудесной танцовщицей. Ну, что мы сделаем дальше? Нам осталось что ее сделать? Убрать под стекло. Убрать в рамку и под стекло. Здесь мы уже можем пойти заказать багет в багетной мастерской, или же сходить в ближайший какой-нибудь фотосалон или магазин для творчества, и подобрать соответствующую рамку, соответствующим багетом, соответствующим стеклом. Причем, если наша объемно-плоскостная аппликация больше объемная, мы можем применить тот же принцип убирания под стекло, как и вышивки лентами. То есть приподнять стекло над работой, чтобы оно не прижимало эти детали, а чтобы оставляло их объемными. Пространство, чтобы мы видели, да, что там объемные детали. Потрясающе получилось, Ирина. Спасибо огромное. Для меня это просто открытие было. Соломка действительно – это сказка, как ты и обещала. Ну что, дорогие зрители, вот такой дивный урок, такое погружение в мир волшебной соломки у нас с вами получилось. Надеюсь, вы теперь станете такими же верными приверженцами этой техники, как и Ирина Поросова, наш сегодняшний гостья. Спасибо огромное, Ирина. В следующий раз мы придумаем что-нибудь совершенно замечательное. А пока я жду ваших писем. До свидания. Благодарим сеть магазинов Леди Шарм за предоставленную ведущей одежду.